Иван Петрович Тютерев родился в 1926 году в селе Яблоново Карачайского района. Ему было 8 лет, когда умер отец. Ивану с юного возраста пришлось взяться за взрослый труд, работал в колхозе прицепщиком. Началась война. В начале июля 1942 года в село пришли немцы. Что делать, как поступить? Посоветоваться было не с кем. Иван с друзьями решили собрать оружие и информацию у немецких подразделений. Нашли автомат, винтовку, насобирали две корзины патронов, но пустить в дело этот боеприпас так и не довелось. А вот информация пригодилась. Зимой 1943 года Иван со своим другом Михаилом во время лыжной прогулки встретили советских разведчиков и подробно рассказали ему о расположении немецких солдат, орудий и пулеметов. Эти данные наверняка были уточнены, когда вскоре Красная армия выбила немцев из Яблонова. Ивану Тютереву шел тогда 17-й год, до призывного возраста еще было далеко, но он сумел добиться права вступить в армию добровольцам. Сначала предстояло научиться воевать. Ивану выпало осваивать военную специальность артиллериста. И вот, наконец, фронт. Иван Тютерев был зачислен в 913-й артполк, который вместе с другими войсками готовился к осуществлению операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. В ходе ее проведения полку довелось взаимодействовать с польской дивизией имени Тадайуша Костюшко. При ее боевом крещении, в ожесточенном бою под Ленина, местечки между Витебском и Оршей, потом освобождали Минск, уничтожили немецкие войска, засевшие в лесах под Минском. Затем 913-й полк освобождал от немцев Литву, Латвию, участвовал в боях за Ригу, брал Мемин. Фронтовые трудности Ивану Тютереву довелось испытать в полной мере. Случалось и забавные эпизоды. Правда, это потом они стали вспоминать с юмором. А когда, например, в брошенном на первый взгляд немецком блиндаже он столкнулся с изготовившейся к стрельбе обер-лейтенантом, было не до смеха. Он догадался крикнуть «Хэндехох!» и этого оказалось достаточно, чтобы офицер сложил оружие. А впереди были очень тяжелые бои за Кёнигсберг, участие в ликвидации курлянской группировки немецких войск. И получилось так, что для сержанта Ивана Тютерева, как и для десятков тысяч других советских солдат и офицеров, война закончилась позже Дня Победы. Гитлеровцы из этой группировки отчаянно сопротивлялись и после 9 мая. В курлянской группировке против нас стояла власовская дивизия. И сейчас, когда героизируют власовцев, не могу это выносить, как вспомню, сколько моих товарищей там было убито, говорит ветеран. Хотя и нам воевать против русских было тяжело, мы им предлагали сдаваться. А потом был получен приказ командующего фронтом пленных не брать, снарядов не жалеть. И всю власовскую дивизию уничтожили. С особой грустью ветеран вспоминает историю из полей сражения, где он чуть не угодил в плен к немцам. «Однажды начальник штаба дивизии поручил мне доставить карты местности на наблюдательный пункт. Я шел по проводу связи. Дело было вечером. Поначалу все было нормально. Но вдруг впереди прогремел взрыв, и провода оборвались. Я решил прислушаться к земле. Лег на землю и замер. Услышал стоны. На свой страх и риск сказал слово «штрафбат». В ответ прозвучало тихое «да». Иван Петрович подполз к неизвестному человеку. Это оказался советский солдат, у которого были простреляны правое плечо и левая нога. Он не мог двигаться. Но сказал, что через 50 метров находятся немцы. Наш герой взвалил раненого бойца на спину и, развернувшись, пополз к своим. После войны ветеран несколько десятков лет переписывался с мужчиной, которого он спас. Настоящий героизм проявляется именно в таких поступках и делах, когда человек рискует своей жизнью ради благополучия близкого. На войне Иван Тютерев был ранен и дважды тяжело контужен. После войны до 1949 года он еще служил в армии. Потом вернулся в родное село. Работал в колхозе. Потом переехал в Белгород. Много лет работал на витаминном комбинате. Вырастил четверых детей. Иван Петрович Тютерев за свой боевой труд был награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, орденом Отечественной войны второй степени. После войны он еще несколько лет служил в Туркмении и Иране. И везде, где бы не доводилось работать, Иван Петрович пользовался большим авторитетом за то, что всегда поступал по чести, был готов помочь другим, не мирился с несправедливостью, никогда не изменял своим убеждениям коммуниста. Уже в мирные годы самым важным направлением деятельности ветерана было сохранение памяти о неизвестных летчиках, которые в августе 1943 года на самолете упали в районе Пушкарного. Сейчас улица Пушкарная в Белгороде. Он вместе с местными жителями следит за обелиском, добивается от главы администрации Белгорода благоустройства территории около обелиска. Вот такая вот была сегодня история ветерана, друзья. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока!